Геймплей 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 Выполнены достаточно круто, красиво, драки выглядят достаточно неплохо Но, конечно, нажатием на одну кнопку драки достаточно скучны Несмотря на то, что все-таки у нас есть выбор, например, обмотать паутины, использовать контратаку и так далее Но, в принципе, ничего такого сверхъестественного, никаких комбинаций клавиш здесь нажимать не нужно После того, как вы выполнили задание успешно, вы можете отправиться на следующее Помимо основных заданий, здесь есть побочные, они отмечены на карте красными вот такими чекпоинтами Давайте, кстати, на ближайший сходим Какие могут быть побочные задания? Это может быть задача поймать грабителя, который что-либо украл Это может быть задача, например, доставить кого-нибудь куда-нибудь Также это может быть задача, например, как сейчас, спасти девушку от каких-то бандит-громил Давайте, собственно, это сейчас и попробуем сделать Громилы достаточно большие, но мы, в принципе, их легко сейчас положим Также, что еще я забыл рассказать Есть такая побочная миссия, как дать автограф своему поклоннику Я вот так вот спокойно шел на свое задание Думал, сейчас мне дадут задание Помогите, типа, паучок поймать какого-нибудь кровожадного убийцу Но нет, мне пришлось просто дать автограф И в соответствии с этим я прошел задание, просто добравшись до заданной точки Вы можете бегать по городу, можете бегать по стенам А можете добираться привычным, наверное, для Человека-паука способом То есть вот так вот рассекая, как на лианах, на своей паутине Иногда паутина совершенно непонятно откуда берется Например, особенно когда вы летите выше всех зданий небоскребов Но да ладно, это, в принципе, наверное, просто придирка Но все выглядит достаточно круто и эффектно Игрушка стоит 169 рублей И я все-таки считаю, что за 169 рублей разработчики бы могли сделать настройки графики Хотя бы такие вот примитивные, как низко, средне, высоко, ультра настройки Доступными А не вот таким вот, как они сейчас являются Возможно, я хочу смириться с тем, что игра будет лагать на ультра Но хочу играть с ультра Или наоборот, я не хочу вот, чтобы у меня игрушка, как сказать, лагала А чтобы все просто летало, а графика, может быть, мне бы пошла бы и стрёмная Может, я просто хочу погрузиться в сюжет Но разработчики этого не делают Хотя я считаю, что за 169 рублей я имею полное право, соответственно Так сказать, настраивать игру так, как я сам хочу Даже хотя бы, если бы были такие вот примитивные пункты в настройках Например, как в Асфальт Чтобы я мог выбрать низкие, средние или высокие А здесь же все-таки нам ничего выбирать не нужно То есть просто установил и все, и забыл про игру В принципе, игрушка неплохая Мне понравилась, ярко сделана Достаточно много различных эффектов Также здесь будут боссы Кстати, сейчас вот игра разбита по главам Я играю в первой главе В главном меню написано, сколько процентов главы вы прошли И так далее Также радует, что в игре присутствует свободный мир То, что я могу свободно перемещаться Лазить по различным небоскребам Любоваться видами города Они здесь достаточно красивы И что еще я могу делать? Я могу, в принципе, делать все, что угодно За исключением, наверное, угона машин Если вы фанат Человека-паука Любите достаточно такие вот яркие, интересные игры То, безусловно, вам рекомендую Ознакомиться с игрой The Amazing Spider-Man 2 Она, конечно, стала намного лучше Совершеннее, чем была первая часть И, думаю, понравится Также большому количеству людей Благодаря свободе перемещения Субтитры создавал DimaTorzok